Субтитры сделал DimaTorzok Есть еще четвертый вариант, это как правило идет станок или же заводской упор. С них получается стрелять лучше, но я считаю, что допустим со станка не совсем корректно стрелять, потому что там получается гораздо точнее, так как исключается вся работа стрелка. Там остается только нажать на спуск. В общем, там можно хорошо проверить свой карабин, насколько он точен, но проверить комплекс оружия патрон стрелок вы никак не проверите, потому что вы исключаете свою работу. Что хочу сказать по сошкам. Сошки я заказывал с Китая, с Алиэкспресс. В принципе, сделаны вроде бы неплохо. Мне их посоветовал мой знакомый Сергей из Минска. Он их тоже сейчас юзает. В принципе, доволен. Но давайте так, если сошки приходят с большими люфтами, я эти люфты убирал. Если сошки сегодня покажут себя хорошо, то я сделаю отдельный обзор на них и оставлю ссылочку и там, и здесь на этом ролике на покупку этих сошек. И вы посмотрите, стоит их брать или нет. Короче, мы сегодня это выясним. Внешне вроде бы неплохо. Так, ну что, меньше слов, больше стрельбы. Поехали! Так, да, стрелять мы будем, я думаю, две группы по пять. У нас уже там висят мишени. Сначала сейчас давайте пристреляем его, потому что мы еще ни разу не стреляли. Как у нас стоит коллиматор, куда прицелен. И потом уже будем стрелять на группу. Поехали! Так, ну что, в принципе, я уже пристрелял коллиматор. Понял, чего хотят от меня сошки. И сейчас давайте попробуем собрать группу и спить. Первая четверка есть. Ну что, давайте сразу вторую, наверное, не будем расусоливать. Ну, вижу, первый отстрел не очень по пяти. Второй отстрел отличный. Вот наши сошки. Раз, два, три, четыре, пять. Сантиметров здесь у дома. Уточним. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Здесь сантиметров семь. Ну, давайте пробуем мешок. Так, ну что, первая пятерка. Мешка. Вторая пятерка, цеплята. Так, ну что, пять с упорным магазином. Первая левая машина. Знаете, проблема в том, что боковой ветер шатается. Так, ну что, ребят, давайте подводим итог трех отстрелов. И будет сейчас еще четвертый отстрел. Короче, магазин дал вот такой вот результат. Так, ну, первая группа пришла ниже, и она в районе 12 сантиметров. Я здесь сфотографирую, замерами, картинку поставлю. Потом наши сошки. Далее вот такой вот. Вот, опустится. Возвращается. У нас еще лед, но теле стреляет. Сошки. Первый отстрел. Второй отстрел. Более-менее, но не очень. И наш мешок, как всегда, дает один отстрел. Отличный результат. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь вот сдвойка. И здесь, я думаю, в районе 70 сантиметров. Здесь, кстати, у нас пять. Все, прикреплю фотографии с замерами. Возле каждого мишени будут фотографии у меня. Вот, ну что, давайте сейчас попробуем отстрелять еще второй шанс сошкам. Сергей посоветовал качалку в свободное положение поставить. Результат лучше. Попробуем. Так, что, пятерка, сошки, свободное качание. Так, ну что, давайте попробуем пятерку с нагружением сошек вперед в сжатом положении. Я не успокоюсь. Так, ну что. Вот это уже неплохо. Вот пять выстрелов. Раз, два, три, четыре, пять. У нас получается первая серия сошки нагружены. Попробуем вторую серию отстрелять таким же макаром. Нагружаю вперед. Так, ну что, вторая группа сошки нагружены вперед. Так, ну что, ребята, давайте подводим итоги. В принципе, сошками я доволен. Короче, самый худший вариант это у нас с магазина. Под сантиметров 12-14. А вторая группа примерно столько же. Ну, в общем, качает. Потом, наверное, худший вариант был, в принципе, вот эта группа с посошками. Когда просто без нагрузки, без ничего стреляла. Эта группа еще более-менее не надо. Потом на качалке сошки. В принципе, немножко лучше на качалке. Но все равно, то есть, не идеально с мешком даже не сравнится. Самый лучший результат у нас, конечно же, мешок. Он у нас всегда дает стабильный результат. И вот у нас, получается, последние две группы я отстрелял. Сошки с нагрузкой вперед. Я думаю, вот здесь вот сантиметров 5 будет. Замеры все прикрепили, не переживайте. И вот второй отстрел. Ну, почему-то группа сместилась правее и вниз. Не знаю, может быть, я так что-то накосячил. Но вот смещение группы есть. Вот. Ну что, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, я думаю, сейчас я сниму обзор сошек. Что я с ними делал, более подробно расскажу. Добавлю ссылку в этом видео. И в другом видео тоже будет ссылка на где, на каком сайте я приобретал. Привет, Сергей из Минска. Он после этого неится в сошке. В принципе, сошки рабочие. Так, ну что, всем пока.